Всем доброе утро, всем привет. Всем привет, доброе утро. Выхожу в прямой эфир с компьютера, почему-то не нашел, почему я задержался. Исчез прямой эфир в телефоне. Или я не могу найти, или он реально исчез. Поэтому, так, спасибо, благословляющий будет благословлен. Это очень такая приятная вещь, что когда тебя благословляют, ты благословляешься. То есть это все включается такая система благословений, прям система огромного благословений. И почему-то вот исчез прямой эфир, вот это мне стало непонятно. Куда же делся прямой эфир? И в личной моей группе есть, а в их рене это непонятно. Хорошо, надеюсь, что видно хорошо. Хорошо видно, Аль? Да, нормально, видно, слышишь? Все, ну что, друзья, все, мы начинаем. Начинаем наш урок по перке. Вот, сегодня у нас мы изучаем первую главу, третья мишна. Первая глава, третья мишна. Значит, в предыдущих двух мишнает нам дали... Давайте сейчас как бы восстановим, восстановим картину. Значит, первая мишна нам говорит о том, что Мошей получил Толру на Синае, передал Йошу, Йошуа, Стеним, Старешины, пророкам. Пророки передали людям Большого Собрания, и они сказали три вещи. Будьте медлительны все день, не спешите, не спешите. Я помню, Равыцкак Зильбер, захоронен царик на врага, он меня все время за руку брал, говорил, Искак, не спеши, не спеши. То есть я думал, что это только ко мне относится, а он, оказывается, повторял то, что говорили люди Большого Собрания. Значит, Веамиду Талмидимар Бе, нас все больше, слава Богу, нас все больше. Вчера вообще был рекорд, 112 человек в прямом эфире, это никогда столько не было. И слава Богу, ну сегодня будний день, сегодня пока меньше, 43 человека, 44. Но давайте как бы делать самый большой урок Торы в интернете. Давайте сделаем, поставим себе цель, будем приходить каждый день, друзей приводите, сделаем самый большой урок Торы в интернете, и когда нас соберется тысяча человек, мы помолимся и придет на шеях. Сейчас уже есть 100, а когда будет тысяча, представляете, какая духовная сила, одновременно тысяча человек учат Тору, и в конце помолимся, и это просто будет такая силища-силища, переворот такой будет в реальности. Да, давайте как бы дойдем до этого момента. Все. Значит, Веамиду Талмидимар Бе, это сказали нам мудрецы Великого Собрания, это не то, что я придумал, а мудрецы сказали. Веасусе Яквитура, и делайте ограду для Торы, делайте ограду для Торы, значит, ставьте, именно понимая, что Тору соблюдать тяжело, очень тяжело, вот моя жена пришла на урок, значит, понимая, что Тору соблюдать тяжело, так, значит, мы должны тысячи раз быть более осторожными и умными для того, чтобы не ошибаться и соблюдать заповеди. Это сказали люди Большого Собрания. Шимон Ацадик сказал, что есть три главных вещи. Мир стоит и мир существует ради трех вещей. Ради Торы был создан мир, то есть Тора – это свет, который освещает вообще, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно, то есть это знание. Аля Авода, Авода – это служение. Служение, вначале это было служение Богу, оно очень четко было показано, ну вот был храм, и служение, Авода вот это, да, это было жертвоприношение. То есть это была такая квинтэссенция, квинтэссенция, квинтэссенция самой сути, кто в мире хозяин и ради чего стоит жить. То есть бралось живое существо, и оно приносилось в жертву, то есть оно убивалось. Это непонятно, то есть жертвоприношение непонятно, никто не может объяснить четко, почему Бог сказал, что надо делать именно так, почему именно это животное скупает, такой грех, именно это животное другой грех. Именно там есть очень много жертвоприношений, но как бы суть процесса, вот если посмотреть на него так издалека, она простая, что берется животное, которое убивается. И когда ты наблюдаешь за этим процессом, то ты понимаешь, что всему живому приходит конец. Все в этом мире, оно рождается и умирает, рождается и умирает. Ты понимаешь, что сейчас это убивает животное, его убивают не просто так, его могли бы убить просто так и съесть. Пожалуйста, то есть домашние животные, те, которые приносили в жертву, их как раз, домашних этих животных убивали, ну убивали в огромных количествах, убивали, убивают и будут убивать. Каждый день, если в мире живет 7 миллиардов человек, то каждый день убивают, например, там, я не знаю, миллиард животных. Миллиард каких-нибудь коров, там, этих цыплят, бройлеров, рыбок каких-то убивают постоянно. Мы же едим все, правильно? А если креветок посчитать, сколько убивают? Каждый день, наверное, я не знаю, сотни миллионов креветок от них убивают. Да? То есть все живое в этом мире, оно, это пищевая цепочка, оно приходит в этот мир, потребляет какое-то другое живое, живую живность, да, какую-то, да? То есть именно интересно, что все живое, все животные, они потребляют что-то, что тоже живое. То есть травку, например, они потребляют, там, коровы, да, а человек уже потребляет корову. В общем, когда человек приходил на жертвоприношение, он все это, может быть, и не видел, но у него была конечная точка. Это конец всего живого. Только это животное, его убивали на жертвеннике ради служения Всевышнему, то есть для перехода на следующий уровень в духовной работе. А обычно животных убивают просто так, для того, чтобы поесть, для того, чтобы еще раз, еще чуть-чуть продлить эту пищевую цепочку. И вот, значит, мир стоит на торе, на знании, как работает мир от Бога, мир стоит на служении, на вот этих вот животных, на служении Богу, то есть направлении, что ты двигаешься в сторону Бога, и на добрых делах, это взаимоотношение между людьми, то есть когда мы хотим уподобляться Богу, то Бог, он дает жизнь всему, и животным, и птичкам, и злодеям, и праведникам, и всем вообще, все мироздание, все это живет, и мы когда хотим, чтобы создавать жизнь, то это должно быть через добрые дела. То есть добрые дела, добро между людьми, оно дает этому миру возможность существовать. Вот нам Шимон Ацедик поставил, как бы, три основы для мироздания. Мир стоит на этих трех основах. Уберите любую из этих основ, и мир начинает падать. Понятно, да? Я здесь вспоминал, у меня одна из любимых таких историй, из объясняющих, как работает мир, это история, когда убивали рабе Ативу. Значит, тоже, как бы, вот мы говорим, жертвоприношения, как бы, непонятно. Один из самых великих мудрецов, которые были за всю историю еврейского народа, рабе Атива. В конце жизни ему уже было 120 лет. Кремляне его арестовали вместе с другими мудрецами, и за то, что он обучал Торе еврейских детей, и призывал служить Богу, а не, ну, в общем, занимался тем, что распространял свет Тора. Его, значит, пересудили к смертной казни. И вот рабе Атива, 120-летний мудрец, который в 120 лет еще был в очень хорошей физической форме. Его римляне, значит, казнят страшную казнью, а римляне, это были дети и люди вообще, просто животные настоящие, которые на открытии своего Колизея, они убили там 2000 рабов за две недели, это у них были празднества, по поводу открытия нового здания в Риме. Представляете, 2000 человек, они убили и собирались там, женщины, дети, все, давай посмотрим, как рабов убивают. И вот эти вот животные, да, римляне древние, они, даже не животные, хуже, чем животные, они, значит, казнили вот этого 120-летнего мудреца и разрывали его такими вот металлическими ключами. И, значит, Талмуд рассказывает, что раби, ученики его, они ему стояли там в толпе и кричат ему, раби кричат, раби Атива, это что, это Тора, это награда за Тору, это ты так самоотверженно служил Богу, и ты так самоотверженно вообще распространял Тору, а тебя сейчас разрывают плотием, и это что, награда, награда за Тору? А раби Атива им говорит, говорит, я всю жизнь об этом мечтал, я, говорит, всю жизнь, когда говорил Шма-Эстраэль, произнося Шма-Эстраэль, я говорил, что там есть такие слова, Ваавтай, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей, Баколь, Левавха, всем своим сердцем, это всем твоим мышлением, то есть, всем сердце, это на языке мудрецов, это именно полностью мышление, то есть, люби всем вообще своим мышлением, без, чтобы не было ни одной мысли, которая Бога не любит. Баколь Левавха, Убахоль Навшиха, и всей своей душой, душа имеется в виду, животная душа, это всей жизненной силой своей, Убахоль Маядеха, и всем своим имуществом. Так, значит, когда объясняют, что такое возлюбить всей жизнью своей, мудрецы говорят, это значит, что ты должен готов быть за Бога, за любовь к Богу, отдать свою жизнь, физическую жизнь, за любовь к Богу, то есть, ты готов, если есть выбор, или Бог, или жизнь, то ты должен выбрать Бога. И он говорит, я всю жизнь эти слова произносил и думал, вот, мне, наверное, никогда не придется это сделать, потому что нельзя же заканчивать жизнь самоубийством, а с какой радостью самого великого мудреца должны были ставить перед этим выбором. Он говорит, а сейчас меня поставили перед этим выбором, я рад, что я могу выполнить вот эту вот заповедь, возлюбить Бога всей своей жизнью. Я говорит об этом всю жизнь мечтал, отдать, вот именно пройти вот эту проверку, я, говорит, с радостью ее сейчас прохожу, в этот момент его разрывают этими ключами, и он говорит в этот момент «шма-эстраэль, ашем-элокейну, бог всесильный наш, ашем-эхад, бог един, един». То есть нету жизни, нету смерти, нету тела, нету все, все это бог, божественная энергия такая, бог. И он, значит, в этот момент «джух» написано и уходит его душа в небо, и значит все, рабиакива ушел в небо. Теперь, значит, вторая часть этой истории в Талмуд рассказывает, что на небе ангелы в это время спрашивали у бога. Они говорят, ладно, с этой точки зрения, с точки зрения рабиакивы все понятно. Он об этом мечтал, он понимал, что вот эта вот жизнь, материальная жизнь, это не реальность, это просто, ну просто какой-то этап, который ты проходишь в каком-то биоскафандре, и ты какой, что ты был до этого биоскафандра, что ты будешь после биоскафандра. Точка зрения рабиакивы понятна. Теперь, значит, но ангелы бога спрашивают, бога спрашивают, в Толмуде написано, это Тора, это награда за Тору, то есть ты бог, создатель мира, ты установил законы, ты установил заповеди, ты там, то есть ты же бог, почему ты такого человека, который тебе преданны, позволяют, чтобы его убили такой страшной смертью. То есть в этом был вопрос ангелов, они прям бога спрашивают, зу туравы, зу шура, они говорят, это Тора, это награда за Тору, то есть непонятно, с точки зрения бога, почему он допускает, чтобы система так работала, он же хозяин мира. И бог, написано, отвечает ангелам, он ангелам дает конкретный ответ, он им говорит, молчите, говорит, или я сейчас уничтожу мир. Что за ответ вообще? Что это такое? Они просят объяснений, а он им говорит, вообще рот закройте, или я сейчас уничтожу мир. Это вообще непонятно, но это непонятно, потому что мы воспринимаем мир, у нас мало, мало, как бы, инструментов для понимания. Теперь объясняют мудрецы, которые знали всю Тору, они объясняют ответ бога, это был ответ, это не было ангелам в закройте рот, это он отвечает, молчите, замолчите сейчас, потому что, если я вам буду дальше объяснять, мне придется разрушить мир. Значит, в чем здесь ответ? Первый объясняет этот ответ на примере, объясняет очень великий такой мудрец был, его звали Равьяков Кранц, Магит из Дубна, он более известен. Он, это был такой проповедник, проповедник, который жил где-то лет 250-300 назад, и он в самой сложной вещи Тора он объяснял простыми примерами. И он объясняет ответ бога следующим образом. Он говорит, когда-то был очень великий царь, очень великий, страшный царь, который, которые, прямо, все его боялись, и этот страшный царь, он любил красиво одеваться, и он узнал, что есть портной один, еврейский портной, который очень красиво шил. И этот царь заказал золотую ткань, золотую ткань, и вот эту золотую ткань отправил этому портному, чтобы ему пошили самый красивый золотой такой халат, такой он ходил, красивый, золотой халат, лакшери и у Дайка такой дизайн Ройтмана, да, Давид Ройтман дизайн. И он заказал этот царь себе такой халат лакшери из золотой ткани. Значит, этот портной пошил этот ему халат, переслали, царь одевает халат, значит, выходит в халате, красота. И тут его, значит, министры, а министры, они, вокруг каждого царя есть министры, и они, каждая на своей волне, и там был один министр, который был на волне, что он должен был показывать, что он стоит очень сильно на страже интересов царя. И он говорит царю, царь говорит, все, я понял, вас обманули, вас реально обманули, вот этот вот портной украл у вас ткани 100%, то есть я чувствую, вижу, не мог он не украсть, он украл, значит, я поймал вора. Царь, значит, страшный царь, позвать сюда портного, все, говорит, ты, ворюга, украл у меня ткань, что ли? Этот портной, портной он был, как бы, вот, если вы знаете, Дэвид Ротман, Глашери Ведайка, он из спецназа раньше. А у портного все было очень четко продумано. Он говорит, уважаемый царь, говорит, все предусмотрено, не украл у вас ни кусочка ткани, сейчас я вам докажу. Говорит, пожалуйста, занесите остатки ткани, снимайте халат, я вам сейчас распарываю халат на все составляющие, мы складываем все вместе, и вы видите, что это то же самое количество ткани, которое вы мне дали. Все, все очень легко доказать, что я не украл ни кусочка ткани, вот остатки задокументированы, то, что мы вам в мешке приготовили, сдали, вот халат, все. Это то, что сказал Равьяков Хранц, Бог ответил ангелам. Он говорит, вы хотите понять, почему сейчас этот фрагмент истории, этот момент истории именно такой, значит, мне нужно распороть мир обратно к началу мира, к началу мира, когда был Адам только и Хава, когда был Змей, когда был Каин, был Эвел, когда Каин убил Эвеля и так далее. Давайте все сейчас распорим на составляющие, и тогда вы поймете, почему сейчас Равья Адива, в этот момент его убивают, он говорит то, что говорит и так далее. То есть он ангелам ответил, что мир можно понять, когда ты видишь всю целую картину от начала до конца. Но, как мы учили в книге «Экклезиаст» в Каэлите, никто не видит мир от начала до конца, никто не видит мир в цельную картину. У каждого в голове есть маленький-малипусинкий фрагментик мира, и когда мы пытаемся понять всю картину, это невозможно. Как в Каэлите написано, что Бог дал мир, и написано слово «мир» неполным написанием, а «Олам» без Вава написано. Он дал мир в сердца людей, каждому дал по фрагментику, и вместе все живут, ну все как-то живут, но каждый видит маленький фрагмент. Это первый ответ. Второй ответ. Второй ответ имеет прямое отношение к нашему уроку. Второй ответ, я не помню, значит, источники, но это, по-моему, Раф Пингус, я читал его объяснение. Он объяснял так, что в каждом поколении, так как мир стоит на трех вещах, на торе, на служении и на добрых делах, и эти три основы, они обеспечивают миру возможность существовать. То есть, если в мире становится мало торы, мало служения Богу и мало добрых дел, как было когда-то в Сдоме, когда они полностью исчезли, добрые дела, в этот момент у мира не хватает заслуг, чтобы существовать. Он не выполняет свой функционал, то есть давление святости падает. В этот момент, когда давление святости падает, то у мира нет заслуг, ему незачем существовать. Теперь, в это время появляются великие люди, такие как Раби Атива, которые одной своей смертью, которая называется «Умирать, освящая имя Всевышнего», он мало этого, что в тот момент выдал столько духовной энергии, которой хватило, чтобы спасти мир, а его духовной энергии, которую он в тот момент проявил, хватает на все поколения, чтобы спасать мир, чтобы возвращать еврея в кторе, чтобы ставить на правильный путь. И хватает его святости, чтобы сегодня этот урок произошел. То есть Бог отвечает ангелам, смотрите, говорит, «Если я сейчас его спасу, если я ему не дам возможность совершить этот кедуш Ашема, свечение имени Всевышнего и выработку вот этого количества духовной энергии, что он говорит, да я ради Бога готов умереть 150 раз, то есть что мне вообще эта жизнь, что мне это тело, вообще ничего». То есть Бог говорит ангелам, молчите, вы говорите мне, что я должен это остановить, если я сейчас остановлю рабе Акиму, мне придется уничтожить мир. То есть все. Или этот мир, который весь пустой и беспонтовый, который живет для того, чтобы убивать гладиаторов на арене Колизея, смотреть телевизор, смотреть сериалы, и все живут только ради себя, ради того, чтобы получать удовольствие, и говорит, мир такой не нужен, он не должен существовать. Но из-за того, что есть вот такие люди, которые готовы жертвовать, как в Талмуде есть еще одна такая заметочка на эту тему, что вот рабе Ханина Бендоса, в его заслугу существует весь мир, а зам Ханина Бендоса, ему достаточно на день двух или трех плодов рожкового дерева. То есть он сам от этого мира, он берет вообще ничего, просто ничего. Но в его заслугу существует весь этот мир. Вот так ответили тогда Бог-ангелы, по мнению знающих людей. Все, дорогие друзья, это мы сегодня, как раз я подвел итог вчерашней Мишне. Сегодняшнюю Мишну мы третью не начали пока изучать, с Божьей помощью начнем мы ее изучать завтра. А значит, давайте подведем итог, что каждый из нас на своем месте должен держаться за эти три основы, и это мой вывод, и вырабатывать в день обязательно вот эту вот духовную энергию трех видов. Первое – это духовная энергия изучения Торы. Мы сейчас с вами ее чуть-чуть качнули, но для того, чтобы дальше ее качнуть, нужно сделать вывод, прочитать еще раз эту Мишну, поделиться этим уроком с кем-то из своих друзей, обсудить, в течение дня еще Тору поучить, то есть нужно учить Тору. Второе – служение. Значит, в служении очень просто. Заповеди. Делать заповеди, делать заповеди, делать что-то ради Всевышнего. Самое на сегодня авуда – это молитва. Молитва – это заменило то, что раньше были жертвоприношения в храме. Спасибо, дай мне, спасибо, дай мне. Спасибо тебе за все, дай мне все. Это служение Богу. Бог хочет, чтобы мы к нему обращались, просили, благодарили. Это служение. Добрые дела. Вокруг множество людей, которые нуждаются в помощи, в добром слове, в помощи, в улыбках, в хороших взглядах, в очень много несчастных, бедных, обездоленных, одиноких и так далее. То есть мы все можем делать добро друг другу в неограниченном количестве. И нужно вот эти три основы, три основы нужно в своей жизни поддерживать и распространять. На трех основах стоит мир. На Торе, на служении Богу и на добрых делах. Вот такие выводы я сделал. Пожалуйста, вы сделайте свои выводы и поделитесь этим уроком с окружающими. Давайте доведем до тысячи участников. Прямо интересно. Вот давайте сделать. В 10 утра встречаемся. Сейчас уже у нас в прямом эфире почти всегда 100 человек. Вот сегодня 90, вчера было 112. Как будет тысяча человек, помолимся, и с неба спустится третий храм. Вот давайте прям доведем до тысячи человек. И в тысяча человек конкретно помолимся Богу, попросим Бога, чтобы спустился третий храм, и с неба спустится третий храм. И придет Машеах, и все будет хорошо. Все, всем хорошего дня, удачи и успехов. Все.